Привет и добро пожаловать ко мне на канал. Это второе видео из серии, посвященная синтезаторам. В этих видео я пытаюсь рассказать о синтезаторах очень просто, чтобы они стали более понятны и доступны. Это базовый уровень знания без особого углубления, в основе которого будет лежать субтративный синтез. Также для своих бустеров я подготовил дополнительные видео, более развернутые, о модульных синтезаторах. Если вы хотите получать эксклюзивный контент и поддержать мой канал, то ссылка будет в описании. Не забывайте оценивать видео и подписываться на канал, если вы еще не подписаны. В этом видео мы поговорим о модуляре и семимодулярах. Эти синтезаторы позволяют стать вам немного инженером. В случае с семимодуляром вы можете менять направление звука и от сессии к сессии менять функции вашего синтезатора. Модуляр же позволяет вам собрать уникальный синтезатор, исходя из модулей, которые вам необходимы. И ограничением станут лишь те самые возможности этих модулей. Хотя производителей этих модулей и самих модулей сейчас неограниченное количество. Если у обычного синтезатора маршрутизация заранее определена, то в семимодульном синтезаторе присутствуют еще дополнительные входы и выходы для управления параметрами. И помимо обычного роутинга этих сигналов мы можем придумывать свои. Например, отправить осциллятор прямо сразу в амплифайер. Но из генератора отправить в эффект, например. Когда вы забираете этот сигнал, чаще всего он из обычной схемы отключается. Также с помощью осциллятора мы можем модулировать другой осциллятор. Это делается посредством вот таких проводков. Но иногда это делается и в цифровой среде. Где мы можем выбрать какой блок будет идти в другой блок. И также установить аттенюатор, как сильно он будет туда идти. Но базовая структура синтезатора, она сохраняется. Одним из ярких примеров семимодульного синтезатора является Zero Cost. Золотыми линиями показан сигнал, который был изначально придуман производителем. И также здесь есть дополнительные входы и выходы. Белым подкрашены входы для удобства. И мы можем коммутировать наш сигнал, как нам только вздумается. Модульный же синтезатор это совсем другое. У нас появляется больше выбора. Во-первых, мы можем выбрать, какие модули нам нужны, какие не нужны. Мы можем всего использовать, например, три модуля. Или десять осцилляторов. Тут уж, как вы сами решите, заранее сигнал тут никак не скоммутирован. И нам нужно самим с помощью кабеля подавать сигнал из осциллятора в микшер. Из микшера еще в один микшер. Отправлять его на эффект. И может быть снова отправлять его в микшер. А вот отсюда уже забирать выход. То есть модульный синтезатор нам развязывает руки. И мы можем сделать абсолютно любой синтезатор, который нам только придумается. CV сигнал, то есть Control Voltage, мы также можем отправлять как нам угодно. И покупать какие угодно контроллеры. Секвенсоры, клавиатуры. Отправлять триггеры. Любым путем. Но надо сказать, что удовольствие это совсем не дешевое. И модуль стоит очень дорого. О модулем синтезаторе мы поговорим еще в следующих видео. Мой первый 7-модуляр был Corco MS-20 Mini. Но спустя, после покупки, через месяц я его продал. Так по достоинству не оценив возможности 7-модуляров. Я сразу кинулся в собирание модульного синтезатора. Спустя время я понимаю преимущества 7-модуляров. Ну, во-первых, вы можете сразу купить синтезатор, готовый с блоками, уже находящимися там. Вам не нужно будет ждать, пока вы купите очередной модуль. То есть у вас будет уже готовый синтезатор, в котором вы можете патчить. Также на данный момент синтезаторов 7-модуляров очень много. Если вы разберетесь с них, то вы наверняка сможете найти синтезатор, который будет отвечать вашим задачам. По мне так, 7-модуляр это идеальное сочетание того, если вы хотите иметь готовый инструмент и хотите там что-нибудь попробовать попатчить. Я был очень удивлен возможностью Bellinger Neutron. Обзор вы можете посмотреть на моем канале. Этот синтезатор, он, во-первых, звучит мягко, в нем очень крутые блоки, есть эффекты, есть дилей и овердрайв. И благодаря этим блокам эффектов, я считаю, что на нем можно в принципе играть. Он как самостоятельный инструмент. Не всегда даже нужно к чему-то его подключать. Ну и, конечно же, если говорить об экспериментальной музыке. У него неплохая патч-панель, где можно действительно делать коммутации, которые превращают этот синтезатор не только в одно звучание. Можно добиться и басов, и лидов, экспериментальных каких-то FX-ов, перкуссий даже можно добиться. Если вы еще не смотрели видео, обязательно посмотрите на моем канале. По мне так, это очень комплексный инструмент при всех его небольших габаритах. Я был очень рад, когда компания Make Noise анонсировала синтезатор Zero Cost. Это такой семимодуляр от моей любимой компании, который производит Eurorack модули. В нем содержатся очень многие модули из большой системы Shared System, но только в сокращенном формате. Сами же модули компании Make Noise также у меня были, но сейчас я пользуюсь функциями Zero Cost. При умелом использовании из него можно добыть очень многое. Такие модули, как Vogue Bug и MADS, они, конечно, позволяют делать большую систему очень интересной. Но если у вас не очень большая система, ну или вы, например, работаете внутри Zero Cost, то функций вам будет достаточно. Для меня Zero Cost сейчас это некий такой перочинный нож, который я использую в своей системе. И да, кстати, его можно встроить Eurorack, то есть вы просто можете выкрутить его из корпуса и использовать как Eurorack модуль. Обзор на Zero Cost вы также можете посмотреть на канале. В следующем видео мы поговорим об осцилляторах и источниках звука, какие же они бывают в синтезаторе. До встречи!